Привет, друзья! Мы на канале Курсоводов Побаровск и с вами я, Александр. В начале июля я производил обработку своего винограда от мучнистой росы для профилактики и завершающуюся сейчас проведу еще раз. И заодно вспомним, сколько чего я добавлял. Все будет из натуральных, скажем так, компонентов. А заодно и посмотрим состояние моих кустов на сей день. Сейчас у нас 21 августа. Итак, нам потребуется пару ложек жидкого зеленого мыла. Можно натереть хозяйственного, если нет под рукой зеленого. Пару ложек любого подсолнечного масла и пару ложек обычной пищевой соды. Я делаю таким образом. Да, и 2 литра воды. Я беру вот 2 литра, выливаю сразу пульверизатор. 1,5 литра, извиняюсь, 1,5 литра выливаю в пульверизатор. Здесь у меня налито пол-литра. Вот так, без горочки, 2 ложки. Удобнее, конечно, это было бы высыпать на листок бумаги и согнув его засыпать. Но у нас тут ветерок. Вторую ложку. Я делаю 2 литра, потому как мне обрабатывать немного. 3 куста всего. Ну, если не хватит, я потом разбавлю еще. И смородину можно таким же составом тоже обрабатывать. Смородину, крыжовник. Я после буду проводить тоже обработку на выходных. 2 ложки. Ну, и мыло тут приблизительно, я вижу, ложки 2, я выливаю все. Мыло и масло нужно в основном для прилипания. И слышал, у меня первая сладкая ягода в этом сезоне. То есть, я еще в этом не убедился, скажем так. Слышал, что от соды повышается уровень сахара в винограде. Ну, за это не могу, так сказать, отвечать. А то, что от болезни помогает, это я уже уверен. Размешиваем как следует. Вода должна быть вот эта пол-литровая, особенно теплая. И заливаем сюда. У нас получилось 2 литра полезного раствора. И берем вот так вот. Снизу под листиками. Сверху. По ягоде тоже. Вот эту ягоду все-таки я допытал. Насчет того, что я не знал, какой сорт. Теперь я уверен, это изумруд. Я ее попробовал, она уже сладкая. Даже сорвал пару гроздей домой. Детям попробовал. И взвешиваю на весах ее. И скажу точно, уже буду уверен. Ну, так сказать, по книжкам, как пишется, сколько грамм должна быть гроздь. А на вкус, да, это он и есть. Прям помыть ее вот так. На заднем плане растет подсолнух домино. Огромный подсолнух. В прошлом сезоне у меня вырос 4 метра где-то. Ну, то есть, мой рост около 2 метра. С вытянутой рукой почти 2,50 метра. И плюс плоскорец Фокина. Мне не удалось в прошлом сезоне снять видео, потому как наступил циклон, пришел. И его свалило. И поломало в двух частях. Ну, как-то снимать видео с такого не захотелось мне. Сейчас я попробую его подвязать. Он уже сильно накренился. И мы его потом, если его не поломает, скоро еще обещают циклон. Уже приближается. И мы его заснимем. Я вам покажу. Сорт подсолнуха домино. Посмотрим сейчас альфу состояния. Альфы. У альфы грозди поменьше. Состояние листвы нормальное. Разве что единицы попадаются с небольшими пятнышками ржавчины. Ну, это, я думаю, не критически. Смотрите также другие мои обработки на протяжении всего сезона. Это плейлист виноград, обработки, уход. Я дам ссылочку в конечной заставке на этот плейлист. Посмотрите, как я обрабатывал виноград. И сами видите, состояние моих кустов, листвы в норме. А вот тот же самый изумруд, рядышком у меня растет. Тоже листва, выглядит отлично. Ну, далее я обработаю без видео. Возможно, в сентябре еще проведу подобную обработку. Ну, я не знаю, думаю, что не стоит. В прошлом году я всего один раз осенью, ну, к осени, вот в это время, к концу августа я проводил подобную обработку со смородиной и с виноградом. Тогда, конечно, кусты у меня были еще моложе на год, скажем так. И ухода требовалось меньше. Вот такие у меня кустики. Молодежь я не трогаю. Обзор молодежи я сниму позже, видео, которое я высаживал весной. Там у меня 9 саженцев было, 9 кустиков. И посмотрим их состояние. Они по-разному вегетируют. На этом заканчиваю свое видео. С вами был Александр. Да, покажу вот, чтобы отдельное видео не снимать. Это моя прививка груши на боярышник. Прошлогодняя. Вот она, второе лето. Растет уже вот такие ветки у нее. Ну, все, ладно. А то разговаривался. На этом заканчиваю свое видео. С вами был Александр. Спасибо всем огромное за внимание. За комментарии. Задавайте вопросы. Я вам обязательно отвечу. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok